Привет, меня зовут Настя и сегодня мы разберемся, о чем поет в новой песне Lil Pump, почему маленький Трамп фигурирует в новом клипе Clean Bandit и почему Jonas Brothers называют себя Sucker. Это канал Puzzle English Live, давайте начнем. Песня Be Like Me, это трючок, в котором Lil Pump и Lil Wayne рассказывают о людях, которые очень хотят быть похожими на них. Он поет о толпах современных рэперов, которые пытаются скопировать его стиль. И по слухам, идея такой песни пришла к нему, когда был раскрыт план Lil Pump Plan. Это типа такой методички для лейблов, план, который сводится к набору шагов, который позволяет сделать из любой посредственности звезду шоу-бизнеса. А Lil Wayne рассказывает о целом поколении других музыкантов, которых он вдохновил своим творчеством и которые потырили у него много чего, в том числе приставку к имени Lil. Вообще, одно из значений слова drop, это быстро спустить деньги. Здесь он dropped 10k on his Gucci betsheets. Потратил 10 тысяч долларов на простыни, как-то не мудро, согласитесь. Мог бы и в Икеи дешевле купить. Кстати, вы не задумывались, почему добавляют именно кей для того, чтобы обозначить тысячу? Для ускорения общения и торговли кей стали использовать в игровых чатах, а потом и по всему интернету. Произошло все это дело из международной системы единиц, где есть приставка кей, кило, и она обозначает умножение исходной единицы на тысячу. 1k, 1k, это 1 тысяча и так далее. Bust down. Так говорят о каком-то очень дорогом украшении, в котором просто несметное количество бриллиантов. И, кстати, это также могут быть и часы. Вообще, bust это грудь или верхняя часть тела. Down значит вниз. То есть, у вас так много висит сацук, что они буквально вас тянут вниз. Тут есть строчки и про Канье Уэста, которого он называет Ей. Ей, Ейзи, для тех, кто не знал, это никнеймы Канье. Дело в том, что в один период все рэперы добавляли Ейзи к своим именам. Джизи, Джей Дженкинс, Уизи, Лил Уэйн, Бризи, Крис Браун. Сокращенно, Канье звали Ей, поэтому он стал Ейзи. И это только первый вариант возникновения Ейзи. А второй, это то, что Уэст просто-напросто решил себя назвать новым Иисусом. Jesus, Ейзи, похоже. Короче, Lil Pump в Штатах это самый главный мемный рэпер. Манеры себя вести, двигаться, говорить, а также его малиново-желтые дреды спровоцировали появление нашего любимого мема Эшкерри, а также огромное количество других мемов. У него полно хейтеров, но ему пофиг, потому что фанатов у него тоже огромное количество. Еще, помимо того, что в песне полно упоминаний о знаменитостях, такое упоминание в рэпчике называют name drop, так, по-моему, вот этот ракурс из клипа очень похож на вот этот момент из клипа Эминема, в котором все тоже хотели быть Эминемом. Так называла Лил Уэйна его бабуля, потому что полное его имя и он так очень удачно рифмует Так называют важных шишек воротил акул. Если ботинки по размеру, носи их. Так дословно переводится это выражение. По сути, оно значит, что если какое-то утверждение касается тебя, если кто-то тебе что-то сказал, подтверди это, либо сделай что-то. Тут Лил Уэйн решил поиграть с тем, что он первый рэпер, который взял себе псевдоним, начинающийся с Лил. А потом вы сами знаете, сколько таких рэперов появилось. Так вот, они все как будто его мини-мы. Напомню, это из фильма Остин Пауэрс, где у главного злодея была его маленькая копия. Собственно, на это и намекает Лил Уэйн. Ну, еще он тут упоминает Билли Джин, опять же, тему детей-подражателей. А как там в песне у Майкла было? М? А вы уже видели клип Клинт Бэндит на песню «Мама»? В самом клипе нам показывают жизнь белокурого мальчугана, детство и юношество которого прошло в окружении суровых взрослых. И постепенно становится понятно, что в клипе-то внешность героя очень похожа на внешность президента США Дональда Трампа. Просто ребята решили пофантазировать, почему Трамп стал таким, каким он стал. Обратите внимание на фразу Это на просторе, на открытом воздухе, под открытым небом. Выражение «let something» или «someone in the open» значит «отпустить кого-то на свободу». А теперь поговорим о том, что Jonas Brothers воссоединились. Их новая песня называется «Sucker», и кстати, в клипе снялись их возлюбленные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Давайте разберемся с выражением «Sucker» по сути переводится как «лузер», «неудачник». А вот выражение «to be a sucker for someone» или «something» по значению очень похоже на выражение Сходить с ума, почему-то очень что-то любить быть готовым сделать все, что угодно для вашей возлюбленной ну, прям как в этой песне. И на этом все. Обязательно по ссылке переходите на сайт Puzzle English изучайте его, смотрите, там очень много всего интересного. Puzzle English – это лучший помощник в изучении английского языка. Ну, а с вами была Настя и канал Puzzle English Life. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok